из лысой экстремалки в многодетную мать. Как сейчас живет Тута Ларсин. Некогда лысая татуированная звезда программы «Адреналин» на музыкальном ТВ, эпатажная Тута Ларсин, в свои 48 лет, стала образцовой женой и мамой троих детей. И хоть татуировки остались на своих местах, отношение к жизни эпатажной экстремалки сегодня принципиально изменилось. Своих детей мать Ларсиков старается оградить от модной молодежной музыки. В беседе с Вячеславом Манучаровым Ларсин сказала, что причина популярности таких звезд в низкой культуре и в том, что у ребенка нет другой пищи для ума. Вместе с мужем Валерием Колосковым они строго следят за тем, что дети делают в сети. Родители думают, что безопасность в интернете – это антивирусная программа. Нет, это система родительского контроля, когда ты знаешь, сколько времени ребенок проводит в интернете, чем он там занимается, какие поисковые запросы публикует, заметила она. Музыкальный эфир ведущая сменила на родительские программы и остается популярной в этом сегменте. Напомним, что своего мужа, экс-музыканта группы «Бридж» Валерия Колоскова, телезвезда встретила на работе. В 2009 году влюбленные поженились. Валерию сыновил старшего сына Тот и Луку, впоследствии у пары родились еще дочь Марфа и сын Иван. Семейная жизнь и рождение детей резко изменила обоих. Супруги воцерковлены, стараются соблюдать православные традиции. Ларсин призналась журналистам, что к новому этапу в жизни пришла осознанно, через страдания. В первом браке с гитаристом Максимом Галстианом она многое пережила от измен мужа до потери ребенка. Ту личную трагедию телезвезда переживает всю жизнь и считает это своим грехом. Галстиана, который умер в 2021 году от коронавируса, в возрасте 48 лет, Ларсин так и не простила. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка женского здоровья. У вас есть недержание мочи, подтекание мочи при кашле, чихании, смехе, прыжках, и это доставляет вам большое неудобство. Приглашаю вас на свой вебинар, где мы разберем глубинные связи в теле. И я дам вам пошаговый план по восстановлению здоровья тазового дна через призму комплексного подхода. Вся информация в вебинаре под этим видео.